Всем привет дорогие друзья, это Сова и мы продолжаем с вами играть в Forever Skies и проходить то, что не прошли до этого, а именно собирать технологии и улучшать наш корабль. Значит, в прошлой выпуске мы немножечко прокачали нашу палубу, вот такая вот она теперь стала. Мне совершенно не нравится то, что получилось, потому что это какая-то странная. Я хочу до развития, до каких-то более интересных, так сказать, величин, потому что пока мне не хватает компонентов, чтобы сделать всё, что я хочу. Но скоро эти компоненты у нас появятся, и тогда мы будем творить разнообразную дичь в два раза сильнее. А сегодня мы, скорее всего, соберём вот эту вот штуку, посмотрим, что это такое и ещё некоторое количество технологий для того, чтобы пересобирать наш корабль уже, так сказать, более осознанно с расчётом на то, что здесь, в принципе, в игре бывает. Поехали. Конечно, можно было бы собрать корабль, а потом его ещё раз пересобрать, но лучше собрать его сразу классно. Поэтому, чтобы собрать его сразу классно, надо понимать, что тут, в принципе, в игре существует. У нас теперь есть сломанный стыковочный трап, и мы можем сделать стыковочный трап. Так, а где у нас стыковочный трап? Схемы. Т-корабельная станция, соцификация, это не то. Исследование. Так, пойдём-ка мы просто-напросто дойдём у нас до исследовательской платформы, да посмотрим, что там за такой стыковочный трап. Не обращайте внимания на лежащий под ногами мусор, мы потом от него избавимся. Так, стыковочный трап, что это такое? Выдвижной трап для высадки в местах на большой высоте, не оборудованных посадочными площадками. Печатная плата у нас для него есть, электрические детали найти вообще не проблема. Ну, вернее, электрические детали найти, наверное, будет некоторая проблема. А вот и нет. Кстати говоря, вот и нет. Значит, мы сразу изучаем неэлектрический трап, потому что у нас ещё, да, остаётся некоторое количество украденных ранее печатных плат. Тут где-то в этом хламе валяются ещё печатные платы, ещё много всего интересного, но просто так их уже не найдёшь. Так, а чтобы создать стыковочный трап, что нам нужно? Что нам нужно для создания стыковочного трапа? Так, я, кстати говоря, сделал автоматический палубный экстрактор для того, чтобы его поставить, но поставить его пока некуда. Он занимает охренеть, сколько места, поэтому мы пока что без него обойдёмся. Так, что это такое? Что такое? Вот он, стыковочный трап. Печатная плата, электрические детали и механические детали. А, ну, в принципе, сделать его не проблема. Ладно, когда мы дойдём до создания корабля, значит, это будет довольно просто. Пойдём посмотрим, что здесь ещё есть. Ну, походу, здесь больше ничего нет. Судя по всему. А, водичку я уже отфильтровал. Да, похоже, здесь только один стыковочный трап был. И, фобственно, на этом всё. Так, ну ладно. Раз на этом всё, значит, нам надо обшарить ещё некоторое количество мест на предмет дополнительных схем, которых у нас пока что нету. И куда мы полетим до начала? До начала что-то тут особо лететь на самом деле некуда. Вот там вот есть знак вопроса, хрен знает где. И нам, скорее всего, надо будет лететь туда. Мда, вот куда-то туда нам надо будет примерно лететь. Двигатель повреждён. Какая у нас максимальная скорость? 28 километров. Да, по-моему, точно такая же была. Что-то я и не заметил, что что-то повреждено. А, и, кстати говоря, пока мы здесь рядышком, надо залететь вот сюда. Такс, приближаемся к нашей обычной ферме. Обычной ферме. Сейчас мы оттуда подрежем аккумулятор. Во-первых, чтобы она не светила нам. Во-вторых, может, ещё что-нибудь интересное найдём. А, и, кстати говоря, про подрежем аккумулятор. У меня тут должен задержаться вроде как инструмент. Да, вот у нас заряжается штука, которой мы, собственно, и будем всё подрезать. Ещё у меня так нет. Подожди, так, ты иди сюда. Где же тебя выбросить-то? Не ж возхоронить-то, господи, всех. Так, вот это мы пока здесь всё повыкидываем. Главное помнить о том, что я это сделал. Раз мы идём за технологиями, значит, вот здесь вот будет кучка, в которой будут лежать необходимые для создания вещи. Так и запишем. Значит, представь, приматка для насекомых нам пока не нужна. Хотя скоро, кстати говоря, потребуется, потому что мне будет некуда девать ничего. Так, ладно, автоматический палубный экстрактор пока с собой потаскаю, хотя не хотелось бы. Арбалет. Значит, вот эта вот кучка, значит, запомним. Это важная кучка. Так, а как там фонарик? О, еф. Так, а как там фонарик, значит... Не тот. Значит, медь надо забирать, потому что медь это важно. Потом, я думаю, что мы будем медь забирать автоматически. Но пока у нас нет автоматического забора меди, будем забирать хотя бы так. Так, что тут у нас еще? Стекла тоже надо забирать, потому что из стекол напрямую состоят всякие приколюхи, которые мы делаем. А именно стеклянные там всякие проходы и прочая другая хрень. Так, о, печатный плат. Это я удачно зашел. А еще загнутая настенная лампа у нас теперь есть. Не знаю, нахрен нам загнутая настенная лампа, но она у нас есть. Так, еще заплатку мы взяли. О, заплатку я, кстати, знаю, куда применить прямо вот сейчас. Так, о, еще заплатка. Еще заплатка. И еще механические детали. В принципе, механические детали можно было и скрафтить. О, еще печатные платы. Вот печатные платы, это прям тема. Потому что они довольно дорогие, крафтить их довольно затруднительно. И если мы их нашли, это прямо зашибись. Так, мы пойдем туда. О, гелий. Так, гелий тоже зашибись. И стекло. Ну, раз что мы сюда пришли, надо здесь все обшарить. Так, если могу пройти-то. По идее, я могу здесь пройти без проблем. И еще гелий. Так. Я начинаю задумываться о том, что нам нужно два шара. Потому что два шара всяко лучше, чем один шар. В принципе, с аккумуляторами у нас теперь проблем нет. Поэтому можно спокойно уничтожать все, что угодно. Это мы можем вообще не париться по этому поводу. С тех пор, когда я узнал, что каждый светящийся этот аккумулятор. В общем, проблем с аккумуляторами нет. Как мне написал человек, что я такой же долбоеб, как и Куплинов. Чем вам не угодил Куплинов? Непонятно. Так. Значит, забираем вот это, вот это и вот это. Так, это такой же. Здесь у нас... О, еще заплата. О, еще плата. Так, плата. Это вообще зашибись. У нас там был стратегический запас, по-моему, где-то из десятка плат. Блин, туда я хочу. Твою мать. Так вот, о чем, блин? Так вот, у нас был стратегический запас из десятка плат. Теперь он у нас будет еще больше. Что тут еще есть? Значит, внизу эту штуку я, по-моему, еще не был. А вот там был. Блин, ну до этой штуки надо, конечно, добраться. Кусок гелия, это важная история. Кусок гелия мы обязательно соберем. Так, это у нас собрано, это у нас собрано. Вот здесь у нас только не собрано, да? А, нет, здесь я тоже был. Так, здесь я тоже был. Значит, получается, что у нас все собрано. У нас в этом рейде получилось еще пять гелия. Еще один твердотопливный аккумулятор, который нам очень сильно пригодится. И всякого по мелочи. Пойдем дальше. Так, только сначала нам надо дочинить двигатель. Так, дочинить двигатель. Это стекло я починил. У этого тоже здоровье, блин, 80. Значит, где-то здесь должна еще лежать у нас заплатка. Но я что-то ее не... А, вот она. Так, значит, мы починим еще вот эту часть. Значит, починим вот эту. Кто-то у нас продолжает постоянно хреначить здесь. Так, теперь это все можно выбросить. То, что мы здесь нашли. Нужно найти еще где-то, где приманка для насекомых. Только что я ее видел здесь. Да, как это неудобно. Просто капец. О, приманка для насекомых. Вот она. Так, значит, приманка для насекомых. Просто у нас заканчивается запас калорий. А все штуки, которые я запас, я уже прожрал. Поэтому нам надо опустить приманку для насекомых. И поймать себе какую-нибудь дичь. А пока мы ловим дичь, можно, наверное, двигаться дальше. Но долго двигаться не получилось. И мы поймали сочный пылевой салат. Который надо пойти сварить. Если у меня, конечно, осталась там вода. Да, у меня еще две бутылки воды в запасе есть. Так, значит, мы подварим себе немножечко вот этого. Но пока у нас варится дичь, мы полетим вот туда. Через эти штуки... Через эти штуки, наверное, мы пока пролетать не будем. Потому что их, в общем-то, аккумуляторов у нас до хрена. А чтобы подфармить ресурсы, я хочу попробовать поставить вот эти вот штуки. Которые будут автоматически все разуплотнять. Когда мы будем подлетать. Хочется и такую штуку сделать, чтобы уже самостоятельно ничего не пилить. Поэтому мы устроим рейд по вот этим вот фигням чуть попозже. Пока меня интересуют новые технологии. А чтобы получить новую технологию, нам надо брать курс вот на ту вот высокую штуку с красным огоньком. И вот эта штука. Вот эта штука. И тут, по-моему, тут тоже есть трап. Но он мне не нужен. Трап-то у меня уже имеется. Вообще какая-то очень неприятная локация. Такое ощущение, что здесь для того, чтобы нормально путешествовать, уже нужен трап. Потому что он свисающий. Трап-то я вижу. Такое ощущение, что здесь больше ничего и нет. Кроме свисающего трапа. Блин, это неприятно. У нас еще очень большой вот этот вот товарищ. Возможно, как раз, когда бы говорили про необорудованные площадки, речь шла о чем-то таком. Потому что эта площадка явно не оборудована ничем. И без трапа здесь будет тяжело. Ладно, мы надо попробуем высадиться. Я думаю, что сюда-то я... Да ты задолбал-то. А где у нас вода? Так, попьем тогда водички. Берем себе грязной воды в бутылочку. Ну, сюда вот я высажусь без проблем. Но суть по всему... Суть по всему... Здесь опять же трап. То есть сюда мы приплыли зря. И нам наш компьютер не говорит, что здесь есть что-то интересное. Эх! Я сказал, эх! Так, ну ладно, сюда-то мы долетели. Положим. А, не, смотри. Так, брошена радиовышка. Анализ, говорит, запущен все-таки. Есть все-таки новые объекты для сканирования. Хорошо. Осталось их только найти. Эти самые новые объекты для сканирования. Я же смогу отсюда на борт вернуться, правда? Ведь правда же. Блин, опять у нас повредили эту хрень. Так, заплатки у меня есть. Только здесь 20% здоровья. Значит, их заплат к нам ни хрена не хватит. А как мне туда проникнуть? Вот в эту хрень. Какое ощущение, что я туда просто так не проникну. Или я не разглядел там, как всегда, какой-то проход. Так. Ну-ка, спустимся сюда. Не, ну дверь-то вот она. А как ее сломать? Дверь... А, вот, там снизу проход. Все, вижу. Так, проход снизу. Ладно. А как мне попасть вниз? А чтобы попасть вниз, мне надо сначала забраться вот сюда, потом вот сюда по лесенке, вот сюда по лесенке и вот сюда по лесенке. Вот такая вот у нас интересная будет схема передвижения. Я подумал, что как раз сейчас отличная возможность для того, чтобы сделать стыковочный трап. Потому что, чувствую, по-другому сюда попасть будет довольно затруднительно. Значит, у нас есть стыковочный трап. У вас спрос только, как он, блин, ставится. И куда. Ну да, поставим его вот сюда, например. Поньк. Использовать стыковочный трап. Да, это, конечно, все очень здорово. Только здесь даже с такой штукой, походу, не пройдешь. А, не, пройдешь. Просто только как я назад буду попадать, потому что здесь мой кораблик. Вот дерьмо. Так, ну-ка, с этой стороны. Интересно, я могу пролезть через собственную турбину? Прям даже интересный будет квест. Нет, через собственную турбину я пролезть не могу. То есть мне для того, чтобы сюда пролезть, надо сначала отъехать немножечко. Я хочу сказать, что этот трап охрененно длинный. Правда, не факт, что нам даже теперь хватит места для того, чтобы дойти. Но трап очень длинный. А, не. Вот теперь нам места хватило. Да. Теперь нам эта турбина не помешает никаким образом. Так. Блин, ну это, конечно, какая-то прям... Неприятная локация. Прям очень неприятная локация. Сканировать здесь, видимо, не здесь. Тут еще есть три таких места внизу. Суть по всему, сканировать надо что-то будет там. Схрон. Новая добыча. Стащили у них четкий морозильник. Пустой. Но это мы скоро поправим. Главное, что наши шансы на выживание выросли. А их, соответственно, уменьшились. Не будем притворяться. Они это заслужили. Нечего было от нас запас жрачки отрезать. Где-то должен быть еще один морозильник. Надо его тоже найти. А пока, поверь, нормально этот проверен. Нормально это работает. Если нужны какие-то детали, поищем во время следующей вылазки. Джон Диллинджер. Так. А где же вы нашли морозильник? Я тоже хочу найти морозильник. Если я смогу там сохранять хавчик на долгие годы, это будет прям шикарно. Но здесь морозильник, суть всего... А, хотя, может быть, он сверху. Куда вы дели морозильник, сволочи? Открыть. Так. Здесь аж хрен знает, где находится аккумулятор. До этого аккумулятора поди еще добись. Так. Ладно. Забираем вот это. Где наш нож? Релакс. Все. Теперь здесь можно ходить. Теперь нам наш трап великолепный больше не нужен. Вопрос только, где морозильник. Ну, здесь морозильника нет. Будет, конечно, неловко, если я все это время ходил по морозильнику. Но, насколько я могу судить, морозильник, видимо, где-то в других жилых помещениях. Так. Пойдемте его найдем. Значит, здесь есть какое-то место вот здесь. Вопрос только, хватит ли у нас туда дури для того, чтобы дойти. Очень крутая штука вот эта вот. Прям охренеть, насколько она крутая. Прям вот что не пожалел, что сделал, так это вот эту вот фигню. Так. Я могу это раздолбать таким образом, чтобы зайти туда? Нет. Чтобы зайти, я ее раздолбать не могу. На проход находится с обратной стороны. Ну, кстати, сканировать здесь тоже нечего. Но с обратной стороны, по крайней мере, можно будет туда зайти через вот эту дырдочку. Вот дерьмо. Такс. Попитка номер два. Значит, прицеливаемся вот туда и открываем туда нашу штуку. Во. Практически по-королевски заходим в этот раз. Просто перфекто. Вопрос, есть ли здесь что разобрать и что-то сканировать. Во-первых, дайте мне фонарь, потому что ни хрена не видать. Электрические детальки. Стекло обязательно заберем. Из стекла мы будем себе делать всякое. Ну, здесь обычные электрические детали. С обычными электрическими деталями, в общем-то, проблем нет. Что сверху? О, вот, кажется, объект, ради которого все затевалось. Неисправная большая морозильная камера. Это хорошо, что она большая и морозильная. Так, лучше бы сидели дома. Нашли целый корабль детского хлама. Ноль полезного. Ну, такую херню. Значит, у этих гондонов ресурсы есть. Она поделится с нами вещами первой необходимости. Хредос-2. Корабль этот мы переснастили, выбросив все в бурахло и забрали топливо. Будут знать, как ставить мертвые традиции выше живых людей. Кирпич. Так, кирпич. Кирпич. Старый паек. Механические детали. Балин, морозильник. Это очень хорошо. Это означает, что мы очень неплохо приближаемся к сбору и хранению продуктов питания, чтобы не приходилось постоянно поджрать моль. Кстати говоря, надо выпить воды и надо сходить сожрать эту хрень, которую мы там добыли с вами в неравном бою. Она уже давно-давно приготовилась и, возможно, даже успела пропасть. Хотя я надеюсь, что нет. Иначе придется еще варить себе что-нибудь. Плюс пища, плюс здоровье. Отлично. Блин, пищи, конечно, немного. Ладно, мы можем сажать вот этот вот старый паек, просто потому что мне лень каким-то образом еще решать этот вопрос. Так, у нас есть морозильник, у нас есть трап. Что у нас еще есть? Что только у нас нет. У нас вообще все очень неплохо, я хочу сказать. Не знаю, что у нас разрядился прибор для того, чтобы собирать себе нужные ресурсы, поэтому мы вот эту тут портативную штуку пока вставим в зарядку. И прикинем, что у нас еще тут на карте есть. Значит, из-за неиспользованных, неизведанных технологий у нас что-то... Так, надо лететь отсюда. Так, морозильник мы собрали. Значит, нам нужно лететь теперь вот в тот знак вопроса. А мы сейчас через горы сможем пролететь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, стоять. Я сейчас пролечу. На эти штуки мы будем залетать чуть позже. Возможно, нам даже нужен будет экстрактор с фильтрующей декой. И тогда, вместо того, чтобы всякую хрень получать, мы сможем получать нужные ресурсы. То есть, если я так понимаю, что если сделать несколько экстракторов, то есть одни, допустим, будут у нас набирать какой-то металлы, другие будут набирать пластик для строительства корабля, третий, допустим, медь, а четвертый, допустим, стекло. И тогда мы просто подлетаем, и у нас эти экстракторы разбирают все на составляющие. Так, только для того, чтобы пролететь туда, нужно облететь вот эти горы. Следующему знаку вопроса. Ага, то есть это у нас край карты, которые надо каким-то образом преодолеть. Ну что ж, давайте преодолеем. Что ж, мы все преодолели, потому что магию монтажной волшебной склейки никто не отменял. И мы приближаемся вот к такому вот объекту, где у нас много всего засранного. Да, у нас неизвестная локация. Здесь мы, я так подозреваю, можем вполне... Вообще-то на кокпит похоже, который у меня уже есть. Здесь мы вполне себе можем спокойно прилуниться, и ничего нам парить не будет. А вот там вот дальше, прям вот это вот, это еще одна локация, на которой еще что-то интересное. Так, ну что ж, давай запускай на премьер анализис. Так, кстати говоря. Анализис выполнен. Детектировали новые объекты, требуя сканирования. Отлично. Ну, у нас нашел еще какой-то объект, нужный для сканирования. Здесь, оказывается, закончился аккумулятор, походу, да? Да, как тут заменить аккумулятор? Вот так тут заменить аккумулятор. Значит, эта хрень у нас все это время не работала, потому что аккумулятор закончился. Ну ладно, ничего страшного. У нас еще немножечко осталось, мы потом туда запихнем. Значит, что мы тут можем сканировать? Давайте смотреть. Ну, кокпит у нас уже есть. Вот это можем сканировать? А что это? Сломанный настенный шкафчик. И все, что ли? То есть мы сюда шли ради настенного шкафчика? Нет, у настенного шкафчика это же тоже прикольно. Хотя у меня, по-моему, где-то уже есть стеллажи. В этих самых стеллажах есть тоже что-то прикольное. Ладно, во-первых, надо вытащить отсюда аккумулятор. Посмотрите, что мы еще здесь можем подрезать. Потому что зачем нам делать электрические детали, если эти электрические детали валяются здесь совершенно бесплатно. И механические детали тоже. Это все нам пригодится, когда мы сейчас начнем себе конструировать для корабля всякую дичь. Блин, ну... Без стекла я не могу уйти, потому что стекло это полезная штука. Металл-то мы потом добудем. С другой стороны стекло, конечно, тоже можно снять с этой... Как она называется-то, Господи? Как она называется? Где растение? Степлица, вон. В теплице очень до хрена этого всего. Мы оттуда обязательно будем это все забирать. Так, сверху получается все. Я же не разобьюсь? Не, я разобьюсь. Ну, не страшно. И остается у нас еще вот этот вот блок внизу. Ну, блин, стекло обязательно заберем. Стекло заберем, потому что стекло это такая штука, которая просто так здесь почему-то в воздухе не летает. Хотя странно. Металлы летают, а стекла почему-то нет. Так, а можно там цивилизованно обойти с другой стороны, так, чтобы без риска упасть? Ну, прям совсем цивилизованно нельзя. А, кстати, нам сюда и не надо. Ну, боже мой, отсюда полутаться, мы не гордые. Отсюда зайти можно? Нет, отсюда зайти нельзя. А где дверь? А, вон дверь. М-м-м, все-таки сюда придется дойти. Значит, мы дверь распилим. Ех, туда прыгнул, надо же. Так, значит, забираем вот это вот отсюда. Это вот тоже забираем. Все электрические детали забиваем. Вообще все забираем, просто лутаемся, как не в себя. Еще электрические детали. Вообще ресурсов здесь, я хочу сказать, до хрена. В общем-то, если вытащить голову из задницы и начать смотреть по сторонам и летать по точкам интереса, это можно было сделать заранее, но я что-то шел по сюжету и думал, что сюжет еще долго не закончится, а он вдруг внезапно изменил свое русло. И нам все-таки пришлось сюда возвращаться. А так, если неторопливо и не спеша на постоянной основе, так как мы тоже заберем. Так, а здесь-то я не был еще, секунду. А как нам туда попасть? Или я тут был? О, еще пластиковый мусор. Так вот, если идти сразу и понемножечку собирать все вот эти вот штуки, то можно прийти к сюжетным линиям прям в полной боеготовности. Нет, подожди, я там не был. Я был только сверху. Потому что иначе я бы вот этот вот пластиковый мусор не пропустил. С другой стороны, этот пластиковый мусор можно сделать в любой момент. Но, тем не менее. Так, ладно, надо здесь долутаться. Неплохой у нас вышел улов, я хочу сказать. Две мембраны. Правда, они нам нахрен особенно не нужны. Синтетическое топливо, на которое мы еще полетаем. Но это я буду заправлять потом. Механические детали, пластиковый мусор, еще заплатки, электрические детали, еще один твердотопливный, который надо сейчас будет переложить туда, где у нас лежат все твердотопливные. Остальное барахло мы пока выбрасываем, потому что... Просто потому что у меня для него нет места. Так, значит, что надо сделать? Во-первых, надо обязательно запихнуть сюда вот эту вот хрень. У меня еще фонарик разрядился за раз такая. Кажется, нам нужно две зарядки для инструментов. Суть по всему. И автоматический палубный экстрактор, наверное, все-таки придется установить. Хотя нет, установим его попозже. И вот эту стыковочную штуку надо убрать, пока я ее нахрен не оторвал. Странно, кстати говоря, что я ее не оторвал до сих пор. А дальше мы с вами держим путь. Значит, здесь мы уже все посмотрели. Вот прямо вот сюда, вот рядышком. Компуктер говорит, что мы приближаемся к неизвестной локации, на которой мы обязательно сейчас что-то найдем. Я надеюсь. Сейчас мы вот сюда вот прилунимся. Куда-нибудь. Куда-нибудь вот. Куда-нибудь вот сюда. Ну, давай, давай, запускай. И нам предварительный анализ. Насколько эта штука успела зарядиться? Детектировали новые объекты, требуя сканинга. Во-первых, можно поживиться медью. До той меди я отсюда не достану, зато достану до этой. Медь это важная история, ведь нам нужна. Так, что мы еще тут можем с вами подрезать? Раз уж мы сюда пришли. Там какой-то прям подвал есть. Может быть там хранили что-нибудь важное? Это было бы неплохо. Потому что шкафы все пусты, как-то очень грустно. Ты приходишь полутаться, а лутаться нечем. Чувствуешь себя немножко обманутым. Механические детали. Ну, такое. Хм. Так, а где же, собственно... А как же, собственно, я туда должен попасть? М? Как я должен туда попасть? Отсюда же я не выйду. Как я должен провалиться вниз? Блин, еще мрачно стало все. Темно. Скукота. Я как бы понимаю, что мне, в общем-то, суть по всему вниз. Вопрос только как-то... А, вот так вот сюда спрыгнуть можно. Вот срань, еще и бурь приближается. Вопрос, что останется от нашего корабля, когда бурь закончится. Еще и не видно ни хрена. Добавок ко всему. Там уж фонарь-то мы оставили там. В общем, я заранее извиняюсь за то, что мы находимся в какой-то темноте, как в жопе. Но у меня нет другого выбора. Потому что фонарик заряжался. А я что-то не думал, что так быстро наступит и мрачняк. Хотя стоило догадаться. И вообще такое ощущение, что пришлось все совершенно нормально напрасно. Потому что здесь в основном только механические детали. Ну ладно, не только механические детали. Здесь еще был закрыт морозильный камень. А-а-а. То есть у нас есть большая морозильная камера и маленькая морозильная камера теперь. А, ну и печатную плату нашли. В принципе, на этом, я так понимаю, все. Ну стекло мы отсюда, естественно, добудем. И, в общем-то, как бы и все на этом. Так, ладно. Теперь нам надо подождать, пока у нас заполнится эта штука. Сожрать еще какую-нибудь вкусную моль. И посмотреть, куда мы еще можем отсюда двинуть. Кстати говоря, не такая жесткая гроза. Может быть, здесь есть объекты повыше. Потому что молния так прям сильно не бьет. Пока, на мере, пока. Обычно после этого начинаются проблемы, но пока их нет. Так, ладно, продолжаем. А я, пожалуй, сожру паек. А потом посплю. А после того, как я посплю, мы отправимся... Куда мы отправимся? Такое ощущение, что особо отправляться нам некуда. Либо отсюда просто не видно, куда нам надо отправляться. Ладно, надо для начала восстановить себе энергию. Итого. Итого у нас все неплохо. Мы забираем фонарик для того, чтобы больше не оказаться в такой непростой ситуации. У нас прошла гроза. И, в принципе, все хорошо. Поскольку у нас прошла гроза и все хорошо. Теперь мы можем посмотреть на предмет того, есть ли здесь еще что-нибудь интересное. Мест, в которых мы еще не бывали, здесь хреново гора, в общем-то. Так, во что я там врезался? Во что я врезался? Во что-то я врезался, только непонятно во что. Так, мы сейчас поднимемся повыше, чтобы больше ни во что не врезаться. Значит, это у нас подъемник. Подъемник, у нас все понятно с ним. Ну и каких-то прям сильно знаков вопроса я тут не наблюдаю. Либо нам надо обшаривать что-то типа каких-то теплиц на предмет еще чего-то. Либо можно уже не обшаривать. И из того, что есть, хренакнуть себе что-нибудь по кораблю. Ну да, знаков вопроса я не наблюдаю. Я, конечно, сейчас еще пролечу, сделаю небольшой круг почет, посмотрю, может быть, они просто на карте не отображаются. Но, возможно, из основных технологий у нас тут все есть. Так, чего у нас тут тогда нет? Значит, скорее всего, нам надо просто облетать и читать вот эти вот маленькие записочки теперь. То есть, если с ключевыми технологиями у нас все понятно, значит, морозильная камера делается из одного геля деталей полимера вообще чушь. Это вообще ерунда. Это даже, в общем-то, говорить особо не о чем. Это мы сейчас сделаем. Записки. Стекла и пластикового мусора. Записки, кстати, тоже нужно открыть, потому что если мы будем делать систему хранения, нам эти записки очень сильно пригодятся. Ремонтная пена из энергетического кристалла. Энергетические кристаллы надо будет искать. Они у меня где-то еще есть, но вопрос только сколько. Из чернильницы можно сделать вот эту штуку. Улучшенная зарядка для инструментов. Что делает? В чем она улучшенная? И большая морозильная камера делается из эпоксидной смолы, которая у нас тоже есть. А, и одного энергетического кристалла. Значит, по факту надо все это дело изучить. И сделать себе... Попробовать сделать себе два шара, наверное, надо. Для того, чтобы сделать себе адскую хрень такую, которая будет нам добывать все возможные ресурсы, нам потребуется два шара. А с ними мы можем уже тогда заниматься исследованием всего остального. Если предположить, что большая часть всего у нас есть, значит, нам нужно найти какое-то место, где мы займемся реновацией нашего корабля. Так, что же это будет за место? Там должна быть большая площадка и может возможность отойти чуть-чуть подальше. В принципе... В принципе, подойдет практически все, что угодно. Я думаю, что вот тот вот двойной мигающий огонек нам подойдет максимально хорошо, потому что там еще есть какая-то будка, в которой могут быть технологии. Ну и в целом, места там должно быть побольше за счет вот такой вот посадочной платформы. Я думаю, что я долечу туда. Ну, вообще, не сказать, что здесь охренеть какая-то классная история. С другой стороны, место здесь, в общем, есть. Значит, сейчас мы куда-нибудь вот сюда вот прилунимся. А может быть, даже мы не будем прилуняться. Может быть, даже мы вот так вот останемся пока. И я хочу теперь посмотреть на предмет того, как нам сделать два воздушных шара, чтобы у нас получился адских размеров пепелац. А для этого мне нужно найти в этой группе вот этих вот прекрасных ящиков то, что я там выбросил. С другой стороны, если я пристрою сюда еще один шар, этой хреновиной, скорее всего, будет просто тупо невозможно управлять. Потому что это будет какой-то лютейший дичь. Лютейший дичький капец. Так, ну-ка, я просто хотел посмотреть. У нас основание шара дает 500 килограмм, а раздутый шар дает 400. Хотя бы одним. Но чем их больше, тем выше грузоподъемность. Чем больше оснований шаров. Не, надо, конечно, попробовать предел второй, просто посмотреть, как это выглядит будет. Так, значит, нам надо собрать весь гелий, который у нас остается в ящиках. Потому что мы его просто можем получить. Синтетики у нас 104 штуки. Так, значит, синтетики маловато. Синтетику надо найти. Здесь наверняка есть еще запас синтетики. С другой стороны, их можно просто... Так, это у нас металло, механические детали. Ладно, ща. Блин. Ну, я вот просто прикинул, как это может быть. Это будет вот таких вот размеров хрень. На одного человека это многовато будет. Я даже не представляю, что тут можно возить на этой штуке, для того, чтобы это пригодилось. Нет, возможно, когда-нибудь меня что-нибудь утащит, так сказать, в эту... В эйфорическую дали. Я тогда, может быть, сделаю эту штуку. Ну, тогда ее придется разносить в два раза. В два раза разносить. А в два раза разносить ее будет непросто. Вот единственное, что бы я сделал... Это я бы сделал здесь, конечно, как-то симметрично вот эти вот кабины. Потому что кокпит из двух штук рядом вот с этой фигней смотрится не очень. Вот с этим, конечно, хотелось бы что-то сделать. Но тут другая проблема. Тогда этим будет сложно управлять. То есть сейчас по центру примерно можно чувствовать габариты. Если я это разнесу в стороны, с габаритами будет некоторая проблема. Ладно, давайте мы, значит, что попробуем сделать тогда. Я хочу попробовать. У нас тут есть где-то лестничный отсек. Мне нужен пластиковый мусор. Просто я хочу сделать еще отсек вниз, чтобы у нас был двухуровневый корабль. Сейчас я пластиковый мусор только себе соображу. Так, значит, я нашел пластиковый мусор. Теперь я хочу подумать, куда у меня будет вести вот это вот отверстие. Так, чтобы я в него постоянно не падал. И при этом, чтобы оно вполне себе оставалось рабочим. В принципе, можно сделать это где-то вот здесь. Где-то примерно вот здесь вот по центру. Тогда мы можем под этой штукой делать, соответственно, ту хрень, которую я хотел. Просто только в какую сторону. Давай пока сделаем вот в эту. Просто чисто ради интереса. И спустимся вниз. Значит, какого у нас соединения с кораблем нет? У нас все есть. Значит, спускаемся вниз. И вот у нас уровень под уровнем. Значит, над нами... Так, я же потом смогу сюда вернуться, правильно? Правильно. Значит, вот у нас такая хреновина. Внизу можно будет расположить движки. И внизу можно будет расположить всяческие дополнительные элементы, которые нам нужны. Только нам сначала надо все-таки будет отсюда выйти из корабля. И посмотреть отсюда. Так, и посмотреть отсюда. Давай попробуем пристроить сюда, например, еще одну комнату. Мы же можем сюда ее пристроить? Или не можем? В смысле нет соединения с кораблем? А это что, простите? А, вот теперь есть соединение с кораблем. Еще одну комнату. Еще одну комнату. Вот сюда по-хорошему надо, конечно, прихреначить трап. Для того, чтобы мы не где-то сбоку делали, а могли ставить его прям центрально. Прям вот у нас получилась такая хреновина. И мы ее поставили. Выдвинули. И, соответственно, она у нас как раз дошла до необходимого нам... Нужного нам места. А для того, чтобы это сделать, нам придется тогда сделать... Че? Че нам придется для этого сделать? Стеклянный пол. А можно прям стеклянный пол сюда бахнуть? А я хочу бахнуть сюда стеклянный пол, пожалуй. И сюда. Пока у нас стекло есть. Для того, чтобы видеть, что у нас внизу под нами происходит. Так. Мы начинаем входить во вкус постепенно. Платформа. Платформа. Так. Давайте посмотрим на платформу. Раз платформа. Два платформа. Три платформа. Четыре платформа. И вот на эту штуку, я думаю, что мы поставим как раз вот это. Я думаю, что как раз вот эта хрень у нас нормально зайдет. Надо ее только переставить туда. Я могу дотянуться до платформы и подняться на корабль отсюда? Могу. Так. Замечательно. Я как раз, кстати говоря, на нижний уровень. Я смотрю, захожу, да? Да. Я захожу на нижний уровень. Главное потом отсюда не упасть. После вот этого всего. Пойдем наверх. И переставим тогда вот эту штуку. Так. Вот эту штуку переставим. Я же могу ее поднять? В смысле поднять в разработке? Эй-эй-эй-эй. Так. Полегче поднять в разработке? Как в разработке? Я что, не могу убрать теперь эту хрень отсюда? Не-не-не. Подожди секундочку в разработке. Это нам не надо в разработке. Убрать навесные предметы. Так. Возможно, он просто выдвинут. Поэтому я не могу его убрать. Давайте так. О, точно. Он выдвинут, поэтому я его убрать не мог. Ну, смотрите, какой я умный оказался. Охренеть. Кто-то уже подтянулся писать в комментариях, да? Что ты дебил. Я вас знаю уже слишком хорошо, ребята. Так. Значит, а где у нас навесной трап? Значит, навесной трап мы ставим вот сюда. И куда-то вот сюда вот его прям выставим. То есть мы его отсюда сможем, куда захотим, пихать. Вообще, конечно, маловато места. Я думаю, что мы построим еще пару платформ сюда. Да не, не сюда. Вот сюда. Так, раз платформа. Да ёпперный театр. Два платформы. Вот. Теперь мы возьмем сюда трап. И как-то прямо красивенько сюда так пристроим. Прямо красивенько, я сказал. Чтоб было четенько. Четенько, чтоб было. О! Вот. Значит, здесь у нас будет трап. Теперь давай попробуем им пошебуршить. Ну, отлично. Мы нашим языком можем теперь дотянуться до чего угодно. Так, с трапом разобрались. Теперь нам где-то вот в этом месте... Ну, вообще, нам нужен здесь проход какой-то. А что у нас есть из проходов? Что у нас есть вообще по стенам? Так, нет, шар пока раздувать не будем. Просто по стенам есть. Пластмассовая дверь есть. Металлическая стена. А на дверь у нас не хватает электрических деталей. Электрических деталей. Ну, это вообще как бы не проблема. Наверное. Как бы детали-то у нас до хрена. Надо их только найти. Поставь приманку до сикомых. Так, у нас печатные планы валяются. Стекло металла. Скоро мы уберем. О, а вот электрические детали нашлись. Скоро мы тут уберемся и все у нас будет хорошо. Значит, как раз у нас есть некоторое количество электрических деталей. Сейчас мы их и применим. Значит, это у нас будет выход на переднюю, так сказать, палубу. Дверь. Вот сюда мы ее и поставим. Так, поставим сюда дверь. Просто я не хочу, чтобы здесь был вот этот вот скотч перемотанный. И откроем. Пусть она будет на постоянку открыта. И здесь, соответственно, мы такие выходим. Прилуняемся. И у нас здесь трап. Поехали дальше. Значит, помимо трапа нам сюда нужно будет поставить... Я, кстати говоря, сейчас останусь совершенно дохлой. И скоро у меня закончится еда. Ладно, у меня там где-то были сухпайки. Мы потом сухпайки, если что, сожрем. Значит, сюда же, по курсу, чтобы потом не было мучительно больно, надо будет поставить платформу... Так, металлосинтетика. У нас всего пока до хрена. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Так, сюда тоже. Раз. Два. Кстати говоря, грузоподъемность довольно стремительно уменьшается. Возможно, я зря не поставил еще одну хреновину. Возможно, это имело смысл. Ладно, если что, поставим, господи. Что, мы шар не переделаем, что ли? Мы его переделаем вообще без вопросов. Если нам надо будет поставить сюда еще одну такую хреновину. Так. Есть такое дело. Теперь где-то у меня тут в запасе, в загашничке. А не здесь. Я это выкинул. Я это выкинул, выкинул. Я это куда-то вот сюда. Да, вот автоматический палубный экстрактор. Просто хочу посмотреть, как работает пока, потому что не знаю. Нам надо сейчас протестировать автоматический палубный и глянуть. Потому что он занимает до хрена место. Вот такой вот он, автоматический палубный экстрактор. Место заблокировано. Здесь место не заблокировано. Блин, он еще на аккумуляторах. Зараз такая. Так. Ну, допустим, давай поставим автоматический палубный экстрактор. Куда-то вот, допустим, вот сюда. Так, а как тебя Блин Да это охрененно Это охрененно Не охрененно, только одно То есть с одной стороны это охрененно Но с другой стороны, эта тварь будет Расходовать мне запас аккумуляторов На всю подряд хреновину Синтетика Медь А, не, подожди А, тут уже есть Четыре ресурса, то есть когда он по сути Забьет баки Полностью этим А, ну то есть достаточно по факту Просто отсюда не выбирать Ничего и проблем не будет, просто здесь есть Такое устройство, как фильтрующее Я так понимаю, что Фильтрующее просто можно задавать, на что ресурсы Тратить, на что нет Вот, позволяет фильтровать автоматически Извлекаемые ресурсы Но для него нужно пять энергетических кристаллов Которые, прямо скажем, есть на что потратить пока Так что смысла никакого нет То есть можно сделать себе Несколько обычных Вот таких вот Автоматизированных дек И пусть они Пылесосят все подряд А те ресурсы, которые тебе не нужны Их можно просто оттуда не брать, да и все И тогда вообще никаких вопросов не будет То есть нам нужно как минимум две таких поставить сюда По одной на каждую сторону И тогда никаких вопросов с тем, чтобы выстраивать корабль дальше у нас никогда не будет Вон у нас металл начал запасать Во, металл и синтетик То, что надо Как же это охрененно Какая же это охрененная штука Нам нужна еще одна такая охрененная штука А для того, чтобы у нас еще появилась такая охрененная штука Нам нужно что? Я уже забыл Где это? Так, нам нужен преобразователь 1 на эти 10 электрических деталей И печатную плату Это все у нас валяется в груди мусора Вообще не вопрос А если не валяется, мы сейчас это сделаем Заодно я тут бахнул Получается у нас на стенные шкафчики Пока у нас автоматический палубный экстрактор готовился Автоматический палубный экстрактор Делается целую вечность Кстати, где он? А, вот он Ну господи Так, пойдем его разместим сразу Или не сразу? Не, не сразу Нам нужно, чтобы туда его разместить Взять Где-то я здесь выбрасывал аккумуляторы Сейчас я их найду Так, а еще мне надо фильтрануть себе Немножечко Водички И бахнуть приманку Так, пока у нас приманка добывает нам еду Мы пойдем поставим сюда еще один палубный экстрактор Уже теперь вот с этой стороны Значит, у нас здесь будет палубный экстрактор И вот здесь будет стоять палубный экстрактор Просто потому что могу Вот сюда поставим Так, вставляем сюда твердотельник Много? Блин Но он с какой-то катастрофической скоростью разряжается, я хочу сказать Нет, с одной стороны, конечно, здорово Вон у нас синтетика 50 металлов Еще синтетика И немножечко меди Ну хотя нет С фильтрующей декой, наверное, все-таки нужен Я думал, что он будет распределять по контейнерам То есть один контейнер заполнился и все Но здесь получается нихрена не так То есть он просто берет и выжирает все подряд Значит, с фильтрующей декой поставить надо будет И его имеет смысл на стекло нацелить и на медь А вот эту вот автоматическую штуку, в принципе, можно и при помощи обычного палубного экстрактора нафармить То есть вот эти пластиковые металлические детали не сильно большая проблема С другой стороны Не, ну он быстро расходует На аккумулятор летает, как дети в школу То есть мы будем, по сути, заниматься тем, что летать от аккумулятора к аккумулятору Хотя, с другой стороны, опять же Как только мы достроим полностью весь корабль Нам это вообще, в принципе, будет не нужно То есть он там что-то себе накопил, да и накопил, что называется Так, давай, приманка Что ты нам послал сегодня? Пылевую моль он нам послал Так, ладно, надо ее приготовить Так, ну а пока у нас готовится наша прекрасная пылевая моль Ну, посмотрим, как это выглядит издалека В принципе, ничего так В принципе, ничего получилось Во-первых, довольно удобно То есть у нас, получается, трап выдвигается сильно дальше, чем нос нашего корабля Вот эта штука вполне себе будет работать Я думаю, что мы поставим тогда на медь и стекло Вот сюда вот фильтрующее А по бокам тогда поставим вот такие вот нефильтрующие И будем их просто периодически включать По сути, если мы отправляемся в рейд по вот этим вот мигающим штукам И добываем оттуда аккумулятор Нам совершенно пофигу То есть аккумулятор мы зарядили Он нас по факту полностью весь инвентарь забил Нормально Либо можем использовать просто ручные Если не хотим тратить аккумуляторы Но, в принципе, я особо проблем не вижу Значит, по габаритам у нас здесь все совпадает И нам нужно тогда будет, получается, переставить движки Во-первых, сделать улучшенные движки Чтобы мы могли просто быстрее летать И поставить их вот туда вот назад за наш корабль И, в принципе, уже будет неплохо Чем-то это начинает уже напоминать нормальную технику А не то, что было изначально Ну ладно, на сегодня тогда я с вами прощаюсь А в следующем выпуске мы продолжим с вами заниматься всеми этими изысканиями И что-то у нас из этого обязательно получится По технологиям нормально Теперь надо делать склады Для того, чтобы туда перемещать вот эту вот всю срань Которая у меня там образовалась Но это не прямо сейчас А пока довольно симпатично получается Узкоизвестный в широких кругах Строил заводы в игре Виталях Строил заводы Чужие смотрел В общем, контент делал так Как умел Зритель Внимательный Ловит момент И оставляет правдивый коммент С ним соглашаюсь, конечно, и я Автор не видит порой нибуя Субтитры сделал DimaTorzok